Блин, вот мне же еще здесь жить, а я сейчас все скажу, правду, матку, все. Я ничего не боюсь, можете все выкладывать, выкладывайте что хотите. ГОС воспринимается как посланник от Бога. Да, нас любят, но нас воспринимают как денежные кошельки. И мне говорит, что я из Москвы, как-то было внутренне тоже дискомфортно. То есть он просто с таким скандалом, он мне звонил, этот человек, его сын мне звонил, он сказал, я тебя найду. С моей стороны я не вижу чего-нибудь такого особенного, что, ой, боже мой. Она вот так вот очень-очень плохо к нам отнеслась, так швырнула прямо там хачапури, что она же чуть со стола не улетела. Да, это бывает, проблемы с сервисом есть, безусловно. Это и грязь, это и всеобщая обшарпанность, плохие, ужасные дороги очень. Расстояние между домами оно не выдерживается, или как проводятся коммуникации. Если что-то неправильно, скажи тебе обязательно это все помеет. Сначала у тебя все хорошо в квартире, а потом начинается. Здесь отваливается, здесь не работает, здесь это. Хозяин говорит, я приду, но потом не приходит. Значит, там столько минусов, а что ты тогда здесь живешь, да? Грузины не терпят критики, нельзя их критиковать. А знаете, как приезжать сюда и потом начинать меня учить уму-разму, ты меня научи. Не нравится – уезжайте. Не нравится – валите. Выбрал Грузию и, в принципе, все нравится. Я влюбилась просто в самом Батуми. В Батуми особенное, да. Грузия мне дала, правда, больше, чем я получил в России. А самый первый раз я посетил этот классный город в далеком 1988 году. Еще в школе мы учились, в 10-м классе, на зимние каникулы всем классом. Представляете, был поезд «Москва-Батуми». Мы с морозов, с московских, поезд останавливается на станции, и ты подходишь, а деревья, мало того, что они вечно зеленые, так еще и ярко-рыжие от мандаринов. А мы там поколение, когда в новогодних подарках один-два мандарина там видим, да, и вдруг целое дерево. Мы тут все ногти содрали с парнями пока доскомины этих мандаринов. Это зима, да, батумская зима. Она классная. Когда я работала в Санкт-Петербурге, я очень много где бывала, в Европе. Но батуми почему-то, я даже сама не знаю, это какой-то, знаете, какой-то феномен батуми. Он настолько маленький, настолько теплый. Мне нравится, что я могу буквально за полчаса прийти из не центра в центр, прогуляться в любой момент. То есть после работы, я работаю сейчас в офисе до 6, я в любой момент могу после работы пойти в центр, посидеть где-то в ресторане. Вот в Санкт-Петербурге я, например, такого позволить себе не могла, потому что это большие расстояния, усталость. Пока ты доедешь, ты уже усталый. А здесь это все близко, вот именно вот такая вот компактность города, близость моря, потому что, ну, не секрет, что море, оно как бы всегда лечит, вот когда даже плохое настроение, просто пошел к морю, постоял, и уже совсем другое ощущение. То есть море, оно вот, ну, дает какие-то силы. Город маленький и ровный. То есть здесь нет каких-то гор, возвышенностей. По сути, тебе не нужно подниматься в горы, спускаться. И все в пешей доступности любому человеку. И даже вот с шестилетним ребенком, с дочкой я гуляю, и нет никаких проблем куда-то добраться пешком, или на самокате, на велосипеде. То есть даже такси не нужно пользоваться. Удобный город. Удобный. Ну вот для меня он удобный, что я живу возле парка. И это очень большой плюс, потому что, когда у тебя есть дети, вот буквально две минуты, и я уже в парке, то есть здесь можно спокойно расстелить пледик, полежать, отдохнуть. Есть и аттракционы для детей. Ребенок может выехать здесь, покататься на велосипеде, на скейте. У нас прекрасный действительно бульвар, который можно куда-то, там что-нибудь добавить, в принципе, опять-таки из аттракционов, то есть более таких вот спортивных аттракционов. Они сейчас развлекательны. И очень многие, кто ведут правильный образ жизни, сюда приезжают и здесь прям кайфуют и живут. То есть для здорового образа жизни он хороший, очень гордый, именно Батуми, вот, восстановление. А хотите вот 30 километров, вы уже в горах, ну или там 15-15 километров, уже там снег у вас будет, ну зимой все, и там побывали хорошо. Вот, и в принципе очень удобно. Старый город – это довольно приятное и красивое место, где ты гуляешь, и всегда есть как бы на что посмотреть, всегда глаз радуется. То есть ты видишь какие-то здания старинные, видишь что-то новодел, который вот под старину сделан. Но все равно это красиво, ухоженно и аутентично, я бы вот это слово сказал. Вот Старый Батуми, если мы пойдем гулять, вот эти улочки, да, это архитектура очень разнообразная. Это же была территория Порто-Франко, беспошлиной торговли. Корабли приезжали, торговали, и поэтому здесь все религии представлены, да. И все это очень самобытно. Мне нравится, когда есть исторический какой-то центр, да. Главное, чтобы его не трогали. Во многих европейских городах есть именно какой-то исторический, старый такой город, где малоэтажное строительство, старинные дома. Здесь просто очень многое в упадке. Очень многие исторические дома, они в таком упадке, не отреставрированные, да. Когда был Саакашвили, у него был проект по реновации всех вот этих вот кварталов, да. Но, соответственно, он ушел когда, и уже этот проект остановился. Главное, чтобы не трогали старую часть города, да. Здесь ее не застраивали такими вот этими небоскребами, потому что есть проекты, где там и на набережной, вот здесь вот практически в старом городе, да, хотят построить такие вот дома. То есть я считаю, что если старый город сохранится именно как старый, пусть здесь будут какие-то новые дома построят, да, но они будут малоэтажные, они будут в этом стиле, вот. Вот тогда почему нет? А современные вот эти небоскребы, ну что, это унификация идет, как бы выравнивание под какой-то один вот этот новейший уровень. Ну, цивилизации наступает, что с этим сделать, да. Главное, чтобы чувствовать эту грань, чтобы не было такого диссонанса яркого. Ну, где-то, может быть, это, конечно, присутствие. Хочу сказать, у нас был очень, этот, хороший город. Вот эти большие дома не было. Мне не нравится, но меня не зависит это. Нравится, не нравится, это везде так, что в своих услугах, которые есть. Ну, хочешь, не хочешь, они построят, деньги есть у них, они могут, они начальники. У кого деньги есть, тот и король, тот и командует. Это везде так. Да, ну, город должен развиваться, да, соответственно, почему нет? То есть, ну, я не отношусь так, есть некоторые, кто прямо говорят, фу, вот эти вот многоэтажки, это же развитие города. Странно, если город не развивается, и будут вот эти ободранные девятиэтажки стоять, правильно? Мне очень нравится, вот, когда белье, да, сохнет на веревках, там, вот эти вот, как у меня жена говорит, это блочкование, такое вот, на блочках, это же все, тянешь за трос, вот. И такие флаги висят, или, допустим, можно следить за возрастом детей, да, такие маечки висят маленькие, через год они уже большие висят, или носки детские, да. Поэтому, ну, это классно, это, мне кажется, это особенность всех приморских городов, это здорово, да. Жаль, что это умирает уже, да, вот в эти обезличенные высотки все заедут, и будет не так классно. Я, как местные жители, многие такие, как я, мы, вот, как еще раз говорю, мы против этих застроек, мы против этих застройок, потому что нету правильной урбанизации. Но, опять-таки, ну, что сейчас с этим делать? Ну, вешаться, что ли, что я из-за них буду вешаться, понимаете? Ну, я-то живу, у меня есть парк, у меня есть бульвар, у меня есть ботанический сад, то есть все зависит от восприятия, я не вижу таких базисных проблем. Ну, как сказать, если бы их строили с соблюдением всех норм безопасности, да, а в Батуми это сейсмонеустойчивая зона, да, то есть здесь бывают землетрясения, конечно, они не такие, высоких таких баллов, но бывало здесь такие землетрясения, да, мои вот коллеги, которые здесь местные, они рассказывают, что были землетрясения, когда люстры тряслись, и никто не даст гарантию, что когда случится вот такое именно крупное землетрясение, вот эти вот все дома, орби, да, вот эти вот все многоэтажки, они, в общем-то, выстоят, да, поэтому, конечно, надо, это должно все строиться с соблюдением норм каких-то. Вообще я много кем работал, да, профессии много сменил, вот одна из них инженер стройконтроля, да, в системе транснефти стройкой занимался, и вот, скажем так, если принять эти нормы, строительство, которые в транснефти, вот сейчас к любой стройке здесь, которая в подавляющем большинстве строек, мне нужно будет сразу закрывать эти объекты, поэтому, ну, вот как дома стоят, тут расстояние между домами оно не выдерживается, там, или как проводятся, там, коммуникации, с одной стороны классно, что там 40 сантиметров ты трубы положил и закопал, да, не как у нас там 2 метра, ну, а с другой стороны все-таки уровень строительства напрягает, и когда живешь в доме, и вот эти косяки вылезают, то там сломался газовый котел, потому что не так подведено все это дело, множество вещей таких, да. Да, здесь много, здесь достаточно много нарушений, не по качеству, конечно, как сказать, не той мануфактуре, не по-русски, конечно, здесь, потому что, ну, строят здесь ужасно, здесь, во-первых, как здесь, смотрите, здесь вот построили дом, да, вот, вот, и они сразу начинают в нем делать ремонт, то есть у нас, как в России принято, дом должен сесть, а здесь они сразу начинают делать ремонт, то есть вы сделали ремонт, и, грубо говоря, дом садится, и у вас вот эти вот трещины, какие подъезды делают ужасные, то есть они не заботятся о инфраструктуре возле дома, да, то есть это ужасные подъезды, нету детских площадок, нету каких-то нормальных парковок, потому что здесь у каждого есть машина, То есть каждый здесь везет себя, да, там в семье есть по пять машин у некоторых, то есть это и у жены, и у сына, и у брата, и у свата, у всех по машине. Это негде ставить, здесь все полностью заставлено машинами, то есть они делают вот таких элементарных вещей, то есть они не соблюдают. Детскую площадку здесь вы вообще практически нигде не найдете. Ну и качество строительства, конечно, когда они строят, да, то есть у меня приезжали из Эстонии, организация, они ездят по разным странам и смотрят, как где строится. И когда они приехали с визитом, да, эта делегация приехала с визитом в Батуми, мы им показали самые лучшие стройки, которые считаются Альянс, это самые, как бы, самые гиганты здесь строительства. Они сказали, так строят вообще, то есть для них даже самая крутая стройка здесь в Батуми, она для них показалась самого ужасного качества. То есть это они не были в таких, которые строят там, да, там какой-то там, например, Малхас какой-то решил, что он строитель, да, и он, у него был участок, и он построил себе дом, да. Да, это вот они в таких местах не были, понимаете, вот, а если для них Альянс это самая плохая стройка, то есть как бы, о чем тут можно говорить? Здесь уровень строительства, конечно, такой, и поэтому, когда выбираешь дом, то надо очень-очень-очень-очень смотреть, очень советоваться, да, поэтому некоторые вот, кто приезжает, они боятся обращаться, да, там, к риэлтору. Вот, хотя если от застройщика, то цена точно такая же, что вы купите у застройщика, только он вам очень много навешивает лапши, вот, на уши, что вы обратитесь к риэлтору, и риэлтор поможет вам выбрать просто из многообразия лучшее. Город у нас встретил очень специфическим градостроением. Точнее, если сказать, полное отсутствие политики градостроения, абсолютно все нагроможденное, абсолютно невыверенные, довольно странные формы высоток на фоне, в принципе, советского наследия. Город красив, когда он находится в ночной или вечерней подсветке, но как только наступает утро, все его недостатки бросаются в глаза. Это и грязь, это и всеобщая обшарпанность, это и отсутствие инфраструктуры, как таковой. Плохие, ужасные дороги очень. Дома стоят в плесени, как снаружи, так и внутри. Дома имеют просто такой вот черный цвет от плесени, все фасады в этой плесени, очень много домов, которые друг друга затеняют. Весь низ домов, вот где фундамент, там даже плитка на асфальте, она вся зелено-серого цвета, на ней даже мох, который, соответственно, нет, в то просто не проникает солнце. Дома строятся, чтобы построить, не для того, чтобы это было как-то красиво что-то, а просто именно построить. Есть участок, он застраивается, застраивается максимально высоко, и, соответственно, это здание затеняет другое здание. Соответственно, внизу скапливается влага, она начинает давать вот эту вот почву для этой растительности, мха, слизи и, соответственно, вот этой плесени. От этого запах, и вот все как-то вот так. Характер застройки в Батуми таковой, что вся роза ветров, которая идет от моря к берегу или с гор к морю, она этими высокими хаотичными застройками перекрыта полностью. Весь смог, пыль, неприятные запахи, которые производятся в городе, они в городе и остаются, не выветриваются. Глобальное отсутствие каких бы то ни было управляющих компаний, которые следили бы за благоустройством, как внутри подъездов, так и в общедомовых территориях. Фасады не ремонтируются, жилой фонд в подавляющем своем большинстве в плачевном состоянии. Дома, обитые железом, высокоэтажные строения, мы такое видели только в Грузии и в Батуми. Здесь надстроенные дома в хаотичном порядке. Люди надстраивают сами по себе дома, расстраивают их, пристраивая какие-то там дополнительные этажи. Осенью здесь было обрушение зданий, которое было таким же образом надстроено, и погибли люди. Дом упал, то есть несколько этажей, просто упало. Это было как раз 5 или 6 октября. Это была правда трагедия. Неделя, вот действительно трагедия была для батумчан. 12 человек погибло. Из них несколько детей было. Внизу на первом этаже начали делать ремонт, типа как коммерческую площадь хотели взять. И неправильно достали несущие стены, то есть убрали вот эту, видимо, основу несущих стен, и он свалился. Вот прямо отсюда, один квартал туда вы увидите, до сих пор разлом. Момент помощи друг друга очень сильный в Грузии. Я не знаю просто сколько помощи зашло. Только я, которая выставила просто пост, потому что один ребенок спасся в начале, Иоанны. Я в начале выставила пост, просто я говорю, давайте хотя бы Иоанны, пошлем подарок. Только я собрала где-то 2500 лари. Вот просто только мне зачислили. Моя сотрудница бывшая, которая живет в Америке, она мне написала, все, раз ты, говорит, собираешь, я тебе верю. 2500 лари. И мы эти 2500 лари разделили, то есть 500 лари оставили для Иоанны, а остальные деньги отправили тем семьям, у которых члены семьи погибли. Люди по-настоящему здесь очень добрые. Очень доброжелательные, жалостливые. Вообще к боли, к горе, состраданию. Здесь очень вот эта осталась традиция. Осталась, не меняйте, слава богу, когда в семье горе. В этот чат как-то будут оказывать какую-то помощь моральную, физическую, финансовую, неважно. Но хоть что-то будет, словом или делом будет. Это осталось очень много. Люди – это главное богатство здесь. Грузия вообще – это кусок Советского Союза в хорошем его проявлении, в плане того, что не все решалось деньгами, что отношения людей друг с другом совершенно иначе здесь происходят. Но здесь нужно жить для этого, чтобы понять разницу. У нас вообще Грузия – это же как? Это же христианская страна, да? Здесь очень много идет со стороны Библии. То есть гость воспринимается как посланник от Бога. То есть ты же никогда не знаешь, от кого Бог в каком лице к тебе придет. Поэтому момент восприятия гостя в Грузии, он очень высокий. Я не знаю, люди могут, наоборот, своим местным, своим родственникам не указать такого внимания, как гостю. Потому что это обязательно. Это идет не притворно, а это идет истинно, искренне. У нас особенно что? Особенно семья, уважение. Вот сейчас говорят, что в Европе зайдешь, обязательно ты должен объявить это ЛГБТМН. Я извиняюсь, но это у нас ни к чему. У нас семья главная. Семья, детей, своих. Грузинские обычаи совсем другие. Традиции. Традиции. Очень сильно стоят традиции. Хотя в последнее время они в чем-то начали. Как говорится, более таки европейство вошло и свобода. Но в основном уважение младшего к старшему, это просто не... Я не знаю. Это просто традиция и все. Все дружат между собой по домам. Кофе вместе пьет. Утром зовут друг друга. То сюда, то тот зовет, то этот зовет. Вот и ходим по соседству. Вот это осталось, кстати. Вот это у меня очень тоскует. Вот я пришла с утра сюда, посмотрела, как ремонт идет. Пошла к соседям. Не хотела идти. Смотри, кстати, давай пошли кофе пить. Идем, посидели. А напеченая жена угостила. Я там у них и обедаю. Это не стыдно, понимаешь? Вот это хорошая черта осталась. То есть, как это тут? Ну, садись вместе, кушаем, садись. Куда ты? Давай сидеть. Вот это осталось. По крайней мере, в старом году мне это осталось. Один раз у меня была недавно неловкая такая ситуация, что мне посоветовали тоже там знакомые переводчика. Мне нужен был человек, который придет в дом юстиции и переведет определенный документ. Он пришел, все. Мы сидели там в очереди больше часа в этом доме юстиции. Он тоже сидел. Потом нам дали документ. Я сказал, вот, пожалуйста, переведите. Он его еще 30 минут переводил. Потом я сдал. Потом все, в общем, в порядке. Я ему говорю, сколько я вам должен? Ну, хотел с ним расплатиться. Я не знаю, сколько там дать. Но я так думал, Ларис, то, может быть, все-таки полтора часа человек потратил. Переводчик. Он там где-то действительно работал. Ушел с работы, чтобы мне это помочь. Он говорит, нет, 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 все. Я сказал, ничего не надо и убежал. И мне даже как-то неудобно было. Это как-то уже слишком. Я даже потом спросил знакомых, кто мне рекомендовал, может быть, ему на телефон деньги кинуть или на карту, там, по номеру телефона. Я только его номер знал. Они говорят, нет, это еще хуже. И он как бы вообще обидится. То есть, ну, вот так получилось. Я помню, когда моя мама еще в Царстве Небесной была жила. Вот так по улице. Вот у нас такая же улочка, только через два квартала. И вот она с окна увидит, идут солдатики. Раньше была здесь российская, в Чауре, погранзона была. Еще там какие-то войска были. Идет солдатик, неизвестно откуда. А она, сынок, сынок, иди сюда. Она пока не заведет, не накормит всю эту роту целую. Заведет домой, накормит. Тогда я помню, еще и помню, сигареты прима была, как сегодня помню. Поэтому накупит всех сигарет, сдаст им в руки. Еще там сколько пару блютам на морозное или на что-то. Она не отпускает. Я говорю, я так это всегда, все-таки я немножко по-другому понимаю. Я говорю, мам, почему ты это неешь? А ведь мой сын тоже может где-то служить в армии. И какая-то добрая тоже женщина приютит его по корме. Да, у меня есть масса знакомых, у которых дети, допустим, учатся. Где-то на западе, в Германии, в Англии. И очень часто я слышу, что грузин там говорит, вот мой сын отучится и обязательно приедет сюда. Он там жить не будет, он любит Грузию. Вот это подкупает. Нельзя не уважать это стремление. Обещать не значит жениться. То есть они, грузинские мужчины, они рассказывают, если ты сидишь с ними за столом, это не обязательно ты можешь быть девочкой. Вот вы, например, сядете за стол грузинам, они скажут, ребята, вы такие классные. Там, послезавтра мы с вами поедем, там, в горе, мы вам покажем, там, вы там будете с нами туда-сюда. То есть они это искренне говорят, да, то есть это нет, это не обман. Они в эту секунду так думают, да, то есть они обещают вам совершенно искренне. Но потом они это четко забывают, так, знаете, так вот как бы у них вот это забывается. То есть как бы если вы напомните, он скажет, слушай, брат, потом, да, когда-то, да. Поначалу лично меня раздражала такая черта местных, как непунктуальность. Да, вот, скажем, с грузином о чем-то на точное время договориться, это сложно, да. И потом, а что не пришел? А, голова болела, и не пришел, и все, там, или пришел через два часа, да. Такие вот любят обещать, да, это, ну, мужчины и женщины тоже, да, в основном. Ну, то есть вот они такие вот, они, это от искренней, ну, как бы это искренне идет, то есть это не то, что они обманывают, да. Они в этот момент сами так думают, да, и вот это часто у них бывает, то есть они могут что-то не делать, это не обязательность, да, у них. Плюс они еще, конечно, с вами опаздывают, да. То есть вот как бы грузинский, если, например, договорился в два часа, то, скорее всего, это будет в 2.30, а возможно и в три часа, потому что он, как бы, он скажет, ой, слушай, там дело какое-то появилось, там срочно, слушай, еду уже, там еду, выезжаю, там, да, да. То есть, как бы, ну, привыкнуть, что грузины, они никогда не приходят вовремя. Грузины никуда не торопятся, да. И вот тут тоже так живешь, и тоже неохота никуда вообще торопиться. Все, нет никакого режима, нет никакого вот времени, что тебе куда-то нужно бежать. Да, это очень влияет на здоровье, в принципе, и на образ жизни, поэтому, да, есть комфорт. Грузины, вот, они говорят, что, говорят, мы почему так живем? Мы живем медленно, но долго, да, вот, не надо торопиться никуда. А так грузины хорошие люди, добрые, вот, они немножко просто, знаете, как, наверное, у них было тяжелее, они проходили вот эти вот постсоветское вот это вот время, у них было все тяжелее, чем в России, и поэтому они немножко вот такие вот, знаете, как немножко зажатые, немножко такие вот зашоренные чуть-чуть, то есть они какие-то вот пугливые немножко, они вот боятся вот этого вот именно, ну, новое поколение уже нет, а старое вот у них такое ощущение, какое-то вот чувство вот как будто, ну, там, чувство какого-то вот, ну, страха, то есть они боятся, что опять вот будет вот это вот, потому что здесь было очень тяжело, и свет давали только раз в день ночью, то есть там не было света, не было еды, не было газа, то есть они прожили очень тяжелые времена здесь, вот, и поэтому они такие вот немножко вот какие-то вот, ну, чуть-чуть отстали, вот, может быть, да, то есть у них, ну, уровень вот как бы здесь развития, да, он немножко отстает от той же самой, даже вот если сравнить даже с Арменией, даже от той же Армении немножко отстает, то есть они чуть-чуть вот в этом отстали из-за того, что вот, из-за того, что 90-х немножко затормозили, потому что здесь, конечно, творились ужасные вещи. И все зависит вообще от того, как себя человек поведет в той же самой незнакомой стране. Я, например, придерживаюсь 50 на 50 какого принципа? В какую страну ты приезжаешь, ты все-таки должен померить эту шапку. Допустим, если ты живешь здесь один-два-три дня, там, неделю-две, ну, как турист чисто, да, к тебе одно отношение, да, то есть ты, ты гость. Гость для грузина это святое. Гостеприимство существует, южная ментальность существует, импульсивность, эмоциональность, все это имеет место быть. Опять-таки, все зависит от того, в какую среду ты сам себя погружаешь, какие цели ты преследуешь. Если ты находишься в туристической точке зрения, то, скорее всего, гостеприимство это граничит, опять-таки, с твоей собственной полезностью и возможностью на тебе получить или заработать деньги, монетизировать тебя, как собственного гостя. Замечаешь это отношение, да, есть отзывчивость, у них есть отзывчивость, правда, то есть они такие, вот, ну, им же нужно как бы услугу свою продвинуть, там, ресторан или там какую-то квартиру, то же самое. Да, вот это отношение есть. Как только вот иногда вот эта грань нарушается, вот это вот, что все, ну, мне не нужна твоя услуга, то некоторые там, все там, как будто ты раньше и не знал вообще. Вот, ну, есть такое. Вот, а когда люди узнают, что ты здесь живешь постоянно, здесь и отношение в плане требовательности меняется, да, то есть тебе могут прямо сказать, что, слушай, хватит уже просто так ходить здесь, да, давай работай или помогай, или что-то делай, да, ты же грузин, слушай, давай что-нибудь делать. Грузины не терпят критики, нельзя их критиковать, то есть если что-то скажут, что плохо, они сразу, ну, очень, как бы, это воспринимают, то есть у них всегда все хорошо, то есть если что-то там скажешь, мусор валяется, они будут очень нервничать, то есть там, ну, как бы, нельзя их критиковать. Здесь это так почему-то происходит. Любая критика, допустим, если в каких-то соцсетях что-то там, допустим, спрашиваешь, вернее, даже особо не критикуешь, а просто вот спрашиваешь. Я задавала вопрос по поводу цыган, я задавала еще какие-то вот такие вопросы, даже вот эти вопросы людей не устраивают. Не нравится – уезжайте, не нравится – валите. Вот, как я сказала, я во всех вот этих группах, там и барахолка, там и экспаты в Батуми, экспаты в Батуми, и много раз, вот, как я сказала до этого вам, когда ты приезжаешь в чужую страну, ну, ты должен попытаться надеть шапку этой страны, потому что, я опять-таки еще раз говорю, мы не Англия, мы, там, я не знаю, какие там, ни Норвегия и ни Швеция, которые уже состоявшиеся страны со своими состоявшимися устоями. И, в принципе, это та же самая Англия, Швеция и Норвегия, они-то тебе улыбнутся, но если ты сделаешь что-то против их правил, они просто по тебе протопчутся элементарно. Сегодня поднял один человек проблему мусора, проблему мусора, там, в подъезде, около подъезда. Кстати, эта проблема часто поднимается в соцсетях. То же самое, допустим, каждый пятый ответ – уезжайте, каждый пятый ответ – уезжайте. А, знаете, как приезжать сюда и потом начинать меня учить уму-разуму, ты меня научи, никто не против этого. Но, опять-таки, у всего есть свой посыл, своя постановка речи. То есть ты на меня будешь смотреть сверху, этого никто тебе не потерпит здесь. Знаете, у меня такая была ситуация, мы идем, значит, район отдаленный, хоп, это где рынок такой, ну, такой вот уже, получается, отдаленный райончик, ну, вот, и идем, значит, и смотрим футбольное поле. Футбольное поле, и оно полностью завалено мусором. То есть там по футбольному полю вот этому, просто мусор вот так вот, прям, чуть ли не перекати поле из мусора. И дети играют босиком на этом поле, грязном, мусорном. Я видео сняла и тоже выложила, я говорю, ну, как это, что за позор? Ну, хотя бы родители почистили. Ой, что вы там нам указываете, да вот вы там это, да-да-да-да-да. И там началось такое вообще разбирательство, что как это так, мы им тут указали. То есть нет, они, вот, нет, чтобы сказать, да, да, у нас мусор, да, пойти и убрать. Нет, им вообще все равно. Вот все, кто где-то что-то спрашиваешь, не то, не то, что там споришь, спрашиваешь, уезжайте. Не меняйте, давайте что-то менять. Давайте там что-то подумаем. Уезжайте. Какая-то гордость у них, знаете, какая-то внутренняя, у них вот, как будто они, у них должно быть все самое лучшее. Это вот, наверное, ну, у них какое-то изначально вот их вот это вот, это менталитет, их ментальность. То есть у них всегда должно быть самое лучшее, то есть они вот лучше всех, как-то, видимо, так. Потому что вот, ну, еще живут грузины, как вот, я помню, моя знакомая еще, когда только-только я сюда переехала, сказала, что вот у грузин, он может быть нарядный, на шикарной машине, да, а при этом дома у него может быть не быть кровати, он на полу может спать. Им очень важно вот это вот именно внешнее, да, поэтому, когда вот вы что-то делаете им замечание, вы как раз вот на вот это вот внешнее покушаетесь. У него все лучшее должно быть, а тут как это так, у него что-то там, да, валяется или мусор, это вот для него как вот прямо такое замечание. Да, я называюсь на данном этапе developing country, да, то есть мы развивающаяся страна, но ты прежде чем на меня высоко смотреть, ты пока почитай мою историю, да, ты пока вообще узнай меня, я вообще-то не понимаю, почему я должна на кого-то смотреть сверху, я этого не понимаю. То есть это все идет от того, что если ты со мной стал разговаривать надменным тоном и высокомерным тоном, конечно, пойдет какая-то реакция с моей стороны, потому что как и ты человек, так и я человек, то есть разговаривая со мной надменным тоном, ты задеваешь мое самоуважение, мою личность, и это уже ответная реакция, которая бессознательно идет в этот момент. И как я еще раз сказала, то есть все экспаты должны понимать, что Грузия, грузины это независимый народ. У них всегда было свое мнение на все, на вся, и они к этому относятся, они любят свою страну, они гордятся тем, что они грузины. И, как говорится, кто бы ты ни был, и ты с ними говоришь надменно, и вы, нет, это менталитет, это эмоции, это генетика. Мы не спокойные люди, как вот, например, там, я не знаю, в Швеции, наверное, и в Норвегии, или в таких более северных странах, они же более как бы такие вот упорядоченные, такие спокойные люди, да, можно сказать, как бы меланхолические в плане. У нас здесь все на эмоции, у нас здесь все на вибрации, у нас здесь все на вот эти, как говорится, я не знаю, там, турбулентности эмоциональной, и тут мне кто-то вот так вот будет делать, нет, не потерпят. У меня есть, ну, просто коллега по работе, ну, как застройщик, да, из одного застройщика, ему просто нельзя, невозможно сделать замечание, что-то скажешь вот не так, у него сразу, ну, молодой мальчик, 25 лет ему, наверное, что-то вот, вот что-то скажешь не то, все у него сразу, он прямо готов кинжал достать, такое ощущение, он такой еще прямо, такой, ну, прям, вот чистый грузин такой, да, вот прям такой, ну, очень-очень-очень такой грузинистый грузин, прямо, и такое ощущение, что он сейчас кинжал достанет, и просто начнет там что-то вот про его проект, если не дай бог там скажешь что-то, он сразу прямо у него там все распаляется, прямо такой, вот прям вот хвататься готов за кинжал, тоже вот он, да, вообще критику не терпит, То есть вот что-то покритикуешь его, вот этот проект, все сразу начинается там. Да, вот тоже так-то. Я думаю, что молодежь тоже. Это вот у них такое вот, да, вот это вот. Еще раз хочу. Вот это действительно никогда Грузия не будет, как говорится, вот под чьим-то колпаком находиться. Вот этот момент, это настолько у них генетически сидит в крови, что они вот просто, знаете, как вот так вот плечом будут отмахиваться, но будут независимо стянуть на себе. Хоть и пройдут опять огонь, воду и медные трубы, но они не сдадутся. Вот это есть у них, есть, да. Остальное не знаю, у всех есть свои плюсы, минусы. Ну и сплетничать любят, конечно, особенно женщины. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, экспатов много здесь, очень много. Конечно, и коронавирус повлиял, да, люди не смогли вовремя уехать здесь, оставались и живут. И передумали уже возвращаться. Тысяч пятьдесят, шестьдесят, наверное, здесь живет народ, да? Вот. А в тур-сезон вообще здесь миллион с лишним населения становится. Десятикратно возрастает. Вот здесь есть понятие сезона. Все, то есть вот вне сезона здесь жизнь такая немножко, ну, замирает. То есть они в сезон стараются максимально все вот отпахать. А когда уже приезжаешь и вне сезона живешь, то даже тот ресторан, который тебе нравится, в который ты в сезон там всегда ходил, он зимой не будет работать, ну, в большинство по времени. И там не работает, и то не работает, и там какой-то там тоже специалист, может, приехал на сезон и уехал. И все, и тебе как бы уже такой расстраиваешься. Вот здесь есть чем заняться, и имея, скажем так, удаленную работу, здесь вполне комфортно жить и доступно по ценам тоже. Среднестатистически, но это в основном такие экспаты, которые вот их две части. Те, кто занимается, ну, получается, удаленно работают, и другая часть, ну, это пациентов, может быть, сорок будет. Те, кто уже услуги предоставляют свои, начиная от сервиса, там, вот медицины таких востребованных, и которые уже такие, ну, постоянные на каждом шагу, там, рестораны какие-то, там, сферы услуг, там, маникюры, педикюры, там, салон, где конкуренция уже большая, в основном удаленщики. Да, больше всего удаленщиков, потому что, ну, страна небогатая, да, вот, небогатая, и производства, и точек применения сил немного, да. То есть, в основном туризм, ну, и стройка. Поэтому те, кто работает на удаленке, у тех, конечно, преимущество, да, они себя хорошо чувствуют. Ну, а здесь с работой тяжело, работу сложно найти. Ну, в принципе, как и местным, так и приезжим, да, всем очень сложно сработать. Россия, Казахстан, Беларусь в последнее время. Ну, и, в принципе, в большинстве, когда вот этого всего, вот, что в последнее время происходит за эти, там, два-три года, учитывая, там, Казахстан, Беларусь и так далее, там, Россия, то, в принципе, то есть люди уезжают от какой-то системы, вот, и прям есть у кого какое-то политическое убежище. Есть которые, у кого завели уголовные дела в России, таких очень много. И, причем, ну, правда, это все настолько, там, максимально сфальсифицировано, что вообще, я не знаю, сказка какая-то. Вот, нет, все, это они и могут. Здесь ты можешь даже себе позволить немножко больше того, чего ты не мог позволить в России. Все, что связано с человеческим, скажем так, трудом, оно здесь дешевле, чем в России. Ты можешь себе чуть-чуть больше позволить, чем там. Это обманчивое мнение, слишком обманчивое мнение, может быть, даже это какой-то некий пиар-ход, может быть, еще что-то. Ну, это вот точно так же, как подсветка батуми. С ценами здесь происходит точно так же все. Цены выше европейских, выше Германии, Австрии и Москвы. Ну, если вот это сравнение кому-то о чем-то говорит. Здесь я бы сказал, что даже не в цене дела, во-первых, а в ее качестве. У нас в России просто идешь в магазин и не знаешь, что покупать уже. Потому что молоко там порошковое, еще что-то, пальмовое масло кругом. Здесь продукты выше по качеству, ну и по цене они ниже, пусть не намного, но все равно ниже. Я могу так сказать, средний поход в магазин, вот обыкновенный, не когда дома абсолютно все пусто, а просто ежевечерний или через день, когда нужно что-то докупить по мелочам, втыкается в 15 евро. В Балгарии в два раза дешевле. Это опять-таки с точки зрения среднего похода в магазин. Я не говорю о фруктах, овощах, там, это в разы, конечно, ниже, и разнообразие вот этого ассортимента. Ну да, дешевле здесь, конечно, в Грузии дешевле. Говоря по Батуми, нет конкуренции среди сетевых игроков в продуктах питания. Нет большого количества хороших супермаркетов, которые бы полностью удовлетворяли потребности населения и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения номенклатурной линейки продукции. Три основных супермаркета. Карфур, Агрохаб и какой-то там еще один такой. Цены заоблачные абсолютно на все. И не все, что нужно найти, ты в них найдешь. Что мы тогда посчитали, вот, с женой, зимой в месяц мы где-то около 300 долларов потратили на все вообще. То есть здесь снять хорошую такую, хорошую квартиру можно однокомнатную за 200-250 долларов. С хорошим ремонтом, с телевизором, смарт-ТВ. Вот, по сути, где я живу, я вообще там первый жилец, там вся мебель новая. То есть тоже в 2-2,5 раза дешевле цены. Ну и купить недвижимость тоже. Цены здесь намного дешевле будут. Цена за квадратный метр в новостройке там от 500 долларов где-то, если, особенно там первая линия, да. А если мы вспомним, сколько в Сочи стоит квадратный метр, там практически там в 5, в 7, в 10 раз дороже, да. То есть это самая дешевая цена же на побережье всего Черного моря. Цены в Батуми. И пока город развивается, пока есть земля, выгодно вкладывать деньги в недвижимость, я считаю. Потом, когда земля кончится, все это схлопнется, да. Не будет объемов жилья. Цены возрастут многократно. Если с целью инвестировать, да, если с целью заработка денег, то сейчас такой момент, он, конечно, спорный. То есть, ну, сейчас очень хорошо работают Орби. Именно Орби, вот то, что вот эти вот три башни, то, что они построили, Орби хорошо работает, да. То есть оно сдается постоянно. Какие-то проекты, ну, кроме Орби, да, вкладывать, ну, тоже можно, но это должны быть проекты при поддержке какого-то отеля, например, брендовые отели. Вот здесь, например, есть Holiday Inn, Хэмптон строят, да, такие вот. То есть, когда есть поддержка какого-то отеля, да, то есть это апартаменты будут сделаны по его классу, да, по его, ну, по его стандартам. И, соответственно, они будут сдаваться от именно Holiday Inn, там, грубо говоря, да, и, соответственно, сдача будет хорошая. А если это будут сделаны апартаменты, опять же-таки, там, по стандартам, там, ССО, то, соответственно, как бы их сдаваться они могут не очень хорошо быть. И очень много, именно вот если не управляющая компания, да, а какие-то частные риэлторы, если вы сами не имеете возможности, вы обращаетесь к частному какому-то риэлтору, кто помогает со сдачей посуточной, да, там, ну, если вы зарабатываете на этом деньги. Очень многие обманывают тоже, есть много нечистых на руку, да, опять же-таки, по рекомендациям только нужно это искать. Я отвечу немножко по-другому. Та доходность, которую озвучивают застройщики, рекламируя свои объекты недвижимости, фактически соответствовать действительности не будет по одной простой причине. Потому что качество строительства крайне низкое. А низкое качество строительства под собой подразумевает очень высокий уровень износа и амортизации. Как отделочных каких-то работ и материалов, так и оборудования. Поэтому деньги постоянно придется вкладывать в ремонт. Опять-таки, именно поэтому, покупая дома в высотках, новый собственник сталкивается с тем, что он постоянно живет в режиме ремонта. Слева, справа, снизу кто-то постоянно сверстит, ремонтирует, что-то переделывает. Именно благодаря тому, что качество строительства очень низкое. Доходности не будет. Что скрывать? Очень много разочарованных в Орбе. Потому что, да, люди вложили деньги. Очень в Орбе много не выполнило своих обещаний. Не сделало там достаточно, опять же таки, что мы говорили, инфраструктуру. Где-то они обещали СПА, где-то они обещали торговый центр. Это ничего не выполнено. Но при этом, если человек занимается сдачей, да, если он занимается арендой, если у него удачные апартаменты, как они обещали в Орбе? Они обещали, что любое будет сдаваться. Но понятно, что любое сдаваться не будет. Когда человек едет на море отдыхать, да, вот он едет на 10 дней, что он хочет видеть из окна, если он живет на первой линии? Конечно, море. И понятно, что если у тебя апартаменты куда-то смотрят на другой соседний дом, понятно, что твой апартамент не сдастся. А сдастся апартамент, ну, тот, который с видом на море. Да, и поэтому вот эти многие разочарованы именно, у которых не очень удачные виды, да, потому что Орби им пообещал, что все будет сдаваться, конечно, но это вот немножко их ошибка, потому что, ну, очень много навешали, опять же таки, лапши, да, им, чтобы будет сдаваться. Когда у меня спрашивают, куда вложить деньги, да, ну, вот я хочу проинвестировать, для инвестиций купить, я говорю, ну, если вы хотите для инвестиций, покупайте Орби, ну, вот честно, да, хотя я сама их не очень люблю, потому что они обманывают, да, людей, но если удачно выбрать номер, я просто знаю, у меня знакомые занимаются, у них управляющая компания, они занимаются именно сдачей Орби, у них 250 номеров, да, и они сдают их все, потому что эти все номера все хорошие, и все их клиенты все зарабатывают, поэтому я знаю, что если номер удачно подобран, да, если он с хорошим видом, если у вас хорошая управляющая компания, то вы заработаете денег, А если у вас плохой номер, или вы хотите, да, там ждете, или вы сдаете ворби, да, которые вообще все равно куда заселять, то есть как бы там можно ворби сдать, управление, а не там вообще им варабану на это все, на все номера, то есть тогда вы можете зарабатывать. И опять-таки очень много настроено, высокая конкуренция. Насколько это с точки зрения инвестиций выгодно сейчас и в будущем, ответить на этот вопрос очень сложно. А если именно для себя, да, вот вы красите, для себя переехать, да, и жить, то я советую обращать внимание, во-первых, на, вот вы приехали, да, не покупать ни в коем случае дистанционно, да, то есть именно смотреть уже на месте, вот, покупать не на туристических местах, да, то есть это что, это должно быть какое-то удаление от моря, вот, потому что там и цена дешевле, и там строят немножко уже другое, как бы, в плане строительства именно для жилья, да, а не апартаменты, потому что апартаменты, это клетушечки в основном, да, для того, чтобы сдавать, а там будет и квартира побольше, и как-то больше для жилья приспособлено, возможно, там будет и площадка детская, возможно, повезет, да, и парковка хорошая будет, вот, то есть вот такие вот моменты. А давайте разберемся с вопросом, кто все-таки покупает в особенных строениях квартиры и апартаменты. Люди, которые в повседневной своей жизни или в жизни в своем государстве были лишены вида на море. Для них это в новинку, в диковинку, им кажется, что это панацея от всех бед. На самом деле они не понимают сопутствующие минусы проживания и приобретения таких объектов недвижимости. Люди покупают только потому, что они были лишены и не сталкивались с этим. Но опять-таки мы смотрим на положение дел с недвижимостью, с чистотой проведения сделок в одном отдельно взятом жилом комплексе. Наблюдаем картину, при которой одни апартаменты переходят в руки других с завидной постоянством. Покупаются, опробуются и продаются. Люди пытаются найти лучшее. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что для жизни, для полноценной, уютной жизни это непригодно, неприспособлено. И кроме красивого вида на море, с высоты птичьего полета, человек больше ничего не получает. И плюс еще обращать, конечно, как что этот застройщик еще построил. То есть он, например, рассказывает, у меня будет то, то, то. Надо просто пойти, посмотреть на сайт у этого застройщика, какие у него данные проекты. Пойти в этот дом, посмотреть, как он, этот дом, выглядит. Как его, ну, какая инфраструктура, что там он, то, что обещание свое выполнено или нет. Может быть, поговорить с людьми, которые там живут. Ну, то есть вот так вот, конечно, все надо, ну, ходить, именно узнавать, смотреть, и это не просто так. Да, то есть никогда не верить тому, что говорит застройщик, да, потому что они все хотят продать. Естественно, каждый хочет продать, да, вот, поэтому верить им не нужно, надо самим все проверять, смотреть, искать где-то по форумам, да, там, в Телеграме, дай бог, там, много групп разных, да, там, искать людей, которые живут, например, в его проектах, чтобы узнать. Ну, то есть, ну, лучше, конечно, обратиться к риэлтору, да, он больше информации владеет, вот, потому что... Так будет проще. Ну, если кто-то хочет сам, то самому тоже это реально сделать, но просто это будет чуть дольше. Здесь очень много недвижимости. Вот, вот, ее везде постоянно, каждый сдает, ее здесь очень много. Сначала у тебя все хорошо в квартире, а потом начинается, здесь отваливается, здесь не работает, здесь это, хозяин говорит, я приду, но потом не приходит. Но также им мало хорошей недвижимости. То есть хозяев же тоже очень, ну, есть вообще неадекватные, сразу по ним видно. Есть такие моменты, но большей частью наоборот, я не знаю, вот, каждый из наших, из моих друзей, например, который сдает квартиры, у меня тоже я сдавала на Airbnb, всегда вино, всегда бордюми оставляем, всегда наши грузинские фрукты оставляем нашим гостям просто для того, чтобы они это попробовали. У меня была самая ситуация, значит, я сняла квартиру на год, вот, и, соответственно, мы договорились, причем я снимала это, был мой знакомый, да, кто, ну, как риэлтор, я же не занимаюсь арендой, да, поэтому мой знакомый риэлтор, вот, он мне посоветовал этих людей. Мы заплатили им, как здесь же, если ты снимаешь на год, да, и через договор, то ты платишь за первый месяц и за последний, вот, я заплатила за первый и последний месяц, все, мы разошлись, хорошие люди такие, все прямо добрые эти хозяева, но немножко не понимают по-русски, ну, чуть-чуть там, чуть-чуть по-русски понимают, вот, значит, все мы с ними, все хорошо, и, значит, уже время съезжать. Мы собираем вещи, да, и все, как бы, и съезжаем, и он мне говорит, а за последний месяц же мы не платим, да, потому что уже это, и он мне говорит, а за последний месяц давай деньги. Я говорю, вы что, мы же за последний месяц вам отдали деньги, потому что он такой, нет, ничего не было. И, то есть, он просто с таким скандалом, он мне звонил, этот человек, его сын мне звонил, он сказал, я тебя найду, я, типа, вот так вот реально это было, отдай мне деньги, типа, значит, ты мне должна деньги, ты меня обманула. Я вот сейчас недавно слышала, как раз в экспатах обсуждали в Батуми, что, мол, договорились об одной цене, а под конец, когда надо было выходить, оказалась совсем другая цена, и вот эта девочка спрашивала от совета, как поступить. Ну, опять-таки, с моей стороны был вопрос того, что когда вы не заказываете квартиру не по букингу или не по Airbnb, то это уже тоже ваша ответственность в том плане, чтобы заранее договориться, действительно, сколько тебе надо заплатить, и тогда хотя бы лучше заплатить заранее вообще, чтобы потом не было каких-либо вот этих мизандерстендиков, недопонимания, да. И они просто мне звонили, угрожали, я заблокировала их просто, они, наверное, в течение месяца мне с разных номеров звонили, говорили, отдай деньги, представляете? У вас был договор? У нас был договор, да, но он что-то не понял, что-то пошло не так. Есть моменты, и тогда надо уже, если тем более есть письменный договор, тогда надо просто вызывать патруль и все. Да, в полицию обратиться можно, конечно, но не факт, что полиция просто не будет за хозяина, за квартиранта, да, то есть тут тоже не факт, конечно. Не-не-не, ни в коем случае, ни в коем случае, да, если у тебя есть договор, ты все докажешь, поверьте мне, если у тебя есть договор, если у тебя есть договор, если у тебя хороший юрист, то ты можешь доказать абсолютно все. Можно взять юриста, можно взять, ну просто смотря какая ситуация, вы же понимаете, то есть может быть такая ситуация, что легче взять, развернуться и уйти там, или дать им эти деньги, и пусть они там подавятся и уйдут, чем вот эти себе нервы тратят. Есть моменты, мы сами же местные вот часто ругаемся, например, по поводу опять-таки сервиса, например, да? Да, это бывает, проблемы с сервисом есть, безусловно. Например, там у меня сломался бойлер, и я ждала, не знаю, мастера, он каждый день говорил, я сейчас приду, да, там сейчас приду, и в итоге неделю я сидела без горячей воды, да? Ну если тебе нужно там провести интернет, вызвать какого-то мастера, даже компания, имея какой-то официальный сайт, вроде бы с виду солидный, она тебе все равно дает телефон какого-то человека, который все это решает, так сказать, на ходу в развалочку, и он там один у них такой работник, на котором все держится, как я понимаю, и в принципе он может прийти сегодня, может прийти завтра. Я думаю, обусловлено общим развитием, вот после того, как Совок умер, да, Советский Союз, все-таки немного отвлекаясь, скажем, я знаю, что в Батуми было 50 с лишним предприятий, да, крупных, а сейчас что? Сейчас практически ничего не осталось, и кадров нет. Если у нас, например, в России, да, там, в Украине, в Белоруссии есть специальные ПТУ, да, где обучают, вот, и малярки, штукатурки, да, там, каким-то, или электрике, да, то здесь таких нету, никаких ПТУ, ничего нету, то есть это настолько вот, они как все самоучки, поэтому, соответственно, то, что они, ну, учатся, да, там, его научил Гиви какой-то, да, и он так делает, не факт, что Гиви правильно это научил делать, вот, и поэтому из-за этого вот это качество страдает у них. Уже эта культура тоже развилась. Знаете, какой момент? Опять-таки, в 90-е годы ведь мы начали жить по-новому абсолютно, не было никаких институтов сантехников, не было институтов маляров, не было этого ничего, то есть люди, которые просто-напросто хорошо изучили в свое время в школе уроки труда, прошли мальчики, и научились там деревне что-то строить, они вот и стали этими строителями, а сейчас уже пошло это обучение, конкретные курсы есть, где непосредственно вот сертифицируются по этому моменту, а электрики тоже шикарные у нас, не знаю, у меня 3-4 контакта прописаны, то есть если ему правда некогда, он говорит, что ему некогда, если он говорит, что он придет в субботу, то он приходит в субботу. Нет, ну есть, нет, есть редкие, которые пытаются учиться, но как бы, ну, многие нет, мы еще, наша фирма занимается и ремонтом тоже, да, поэтому как бы мне это, я в этой среде, ну, знаю, да, сталкиваюсь, и те, которые у нас классные мастера, они уже работают у нас много-много лет, да, они все в основном не, как сказать, они местные, но они не грузины, то есть грузины, они немножко такие уже родились уставшие, да, учиться они не будут, вот, это как бы местные, но они местные русские, местные греки, местные там армяне, да. Да и грузины, вот у нас друзья местные, они все-таки обращаются к русским, к русскоговорящим мастерам, ценят их, тут вот большинство сервисов, допустим, автомобильных или там, вот я занимался ремонтом мотоциклов, да, все-таки грузины идут к русскоговорящим людям, они считают, что лучше сервис, да. Вот русскоговорящих, чем у коренных. Да, они сами так про себя говорят, мы уже уставшие, поэтому они всеми отдыхают, вы же видите, я думаю, что вы здесь уже сколько-то, да, времени находитесь, вы же видите, какие у них застолья, как они любят отдыхать, как они любят петь, как они любят, ну, они любят отдыхать, то есть это люди, люди для того, чтобы отдыхать родились, да, есть же такая легенда, что Бог дал им самую лучшую землю, вот, потому что они такие веселые, и вот так отдыхали, да, застолье там у них было, вот, он им самые лучшие земли дал, чтобы они вот такие вот были веселые, отдыхали, остальные работали. Ну, к этому здесь ты не можешь переделать, как бы, менталитет, к этому приходится привыкать, и, в принципе, ты так себе в голове понимаешь, если тебе нужно вызвать сантехника, то это не прям сейчас ты позвонил, через два часа он здесь, такого нет. И еще момент, что многие местные жители, они рекомендуют своих, скажем так, друзей. На самом деле все по связям, честно, здесь в Грузии все по связям, то есть как было в Советском Союзе у них все по связям, так это осталось, то есть вот это вот, знаете, может быть, они это искоренили на каком-то государственном уровне, где было все вот эти вот должности по связям, да, вот эта вот коррупция была, но именно на каком-то бытовом уровне это у них не искоренить. Сначала я думал, что они рекомендуют, потому что тот человек его потом отблагодарит, с ним как бы поделиться но как я понял по своему опыту не совсем это так он просто хочет в твоих глазах быть оказать тебе радушный прием и помочь всем чем он может если он где-то что-то слышал 6 какой-то человек у тебя сразу все эти контакты дает и очень его нахваливать хотя он сам может быть его также видел 5 минут как тебе то есть если ты знаешь этого человека он к тебе придет там тебе сделает если ты его не знаю что скорее всего на тебя забьет то есть да по связям как бы ну да да связи здесь очень важно иметь какие-то связи или там например даже сказать даже даже здесь знаете как когда я хочу пойти к врачу я спрашиваю своей знакомой грузинки да она 12 лет жила в санкт-петербурге поэтому с ней подружились то есть она но она сейчас живет здесь она бывший врач вот я ее спрашиваю лейла какой врач вот она сейчас я позвоню этому врачу скажу что ты позвонишь и тогда ты звони она тебя примет то есть вот так вот то есть вот такая система то есть просто так если я позвоню и скажу я там от лейла она удивиться скажем нет наверное ты не на рекомендации здесь очень многое держится и в принципе если нужно найти там врача или что-то очень много или через фейсбук ищут или через знакомых спрашивают то есть этот институт присутствует иногда это это может быть или человек там говорит вот мне там моего там друга какая-то чача хорошая или вино белое вино красное опять-таки далеко не факт что она чем-то там и хорошее и что он сам это пьет но он тебе будет рекомендовать то что он хочет тебе искренне помочь иногда здесь качество услуга тогда очень низкое по связям знаете как моя подруга по связям нашла они нашли штукатурщика делали на не местные и значит штукатурщика нашли там делать делать там ремонт грубо говоря он и такое сделал да по связи ну как то вот и они готовные они как significают выходные и они его даже ничего не ругали ничего на то что уже по связям то есть вот человек по связям сделал фигню и то здесь бывает да просто надо иметь хорошие связи досетих проверенных людей а иногда не жалея то есть вот он по связям да и он думал знаете когда по связям на тебя сделаю такую да я сделаю плоховато они же свои там теперь сойдет своим и так нужно Trustees и врачи по связям всегда хорошие вот врачи и как что-что, если порекомендовали врача, значит он будет качественную услугу окажет. Так как здесь, повторюсь, отсутствует какой-то такой вот сервис, его здесь правда мало, вот правда, то с медициной здесь тоже такая история. То есть здесь немножко медицина вот того формата, которая была там в России лет 10-15 назад. Вот так вот. Ценится тут турецкие лекарства, турецкая медицина, у кого есть там средства, люди уезжают в Турцию лечиться или там за лекарствами, все-таки свое грузинское не очень, да, по качеству. Учат плохо, учат плохо, потому что, ну, как бы, блин, вот мне же еще здесь жить, а я сейчас все скажу. Правда, матку все. Ну, как бы, правда, то есть, давайте так, есть, да, попадаются некомпетентные специалисты, которые учились здесь, родились здесь и просто иногда там смотришь там его выписку или там поставленный диагноз, и, как бы, он просто поставил диагноз исходя из симптома, ну, как кашель есть у нас, почему кашель, может, пищевая аллергия, может, как бы, подавился вообще, может, бронхит, может, там, я не знаю, невралгия та же самая, то есть, ну, это же симптоматика и давайте кашель лечить, вот симптомы лечат, а первую причину, ну, не находят, вот в чем здесь проблема. У меня мама пострадала от этого, от грузинского рождения, ее сильно сбила машина, правда, прям наехала, то есть прям приподнимали машину, чтобы ее вытащить оттуда. Это произошло не на оживленном перекрестке, то есть там скорости так будет 5-10 км в час, вот с такой скоростью на нее и наехали, то есть там, да, она была в реанимации, вот мы с этим столкнулись, что здесь вот качество вот этого вождения, оно, правда, отвратительное. Ездит очень неаккуратно, ездит очень быстро, и вы, наверное, если, находитесь на улице, вы обратили внимание, что каждая вторая или третья машина, автомобиль без бампера, без переднего, без заднего или помят, то есть уровень аварийности все-таки высокий, именно за счет разгильдяйства водителей. Это невнимательность, это невнимательность, это в принципе, то есть вот это тоже коснулось системы медицинной, мы с вами говорили, это образование. Извините, меня учат здесь в школе, только сейчас ввели город, то есть у них есть фигуры, парковка, вот это, и все, и экзамен. Первый шок, наверное, он даже и забавный, который был, я на пешеходном переходе остановился для того, чтобы пропустить бабушку, за мной находилась машина полиции, она мне очень настойчиво посигналила из серии, ты чего типа встал-то, езжай дальше. При всем этом я обозначился аварийкой, что я притормаживаю, пропускаю пешехода, но меня в итоге выгнали. Безалаберное отношение к системе безопасности, это вообще караул. Здесь вы можете увидеть, как ребенок едет на коленках у мамы за рулем спереди, или у папы за рулем, вот они по городу едут, сзади не пристегиваются, у них такого здесь не принято, да и спереди тоже не всегда, хотя это такой штраф, здесь частный. И здесь самые жесткие штрафы, за которые реально постоянно контролируют и наказывают, это ремень и это телефон. А извините меня, он по встречке может проехать, и будет ехать патруль навстречу, и как бы ничего не скажут, его могут даже не остановить, а если остановят, скажут, а я ей какой-то плохой, отпустят, и всегда здесь так. В принципе, находиться за рулем состояния алкогольного опьянения – это норма для местного народонаселения. При условии, что если тебя останавливает патруль полицейский, ты выходишь из машины, способен стоять прямо на ногах и худо или бедно логически высказывать свою мысль, значит нормально, никаких штрафных санкций тебе не последует. У местных к местным отношение такое, все по-братски, все как бы дружеское, хорошее, и это второе, с чем мы столкнулись, нет в Грузии независимого суда, его здесь нет. Здесь все вот решается по-кровному, каждый друг друга знает, каждого там десятый какой-то брат сват, и он там у меня работает, и там через 10 родственников ты уже можешь оказаться в правительстве, у тебя там уже почти связь, и все, там решили, замяли. Могут вытащить, там были вот у одного пациента тоже сына маленького, там сбил. Ладно, слава богу, ничего, оно все обошлось, у другого просто проехал там, ну, был перелом ноги, потом его неправильно зафиксировали здесь. Вот, он неправильно сросся, в итоге нужно было в другую страну ехать, чтобы это все, ну, переделывать. И он там тоже как-то вот пытался вот слиться, то есть вообще, то есть, и там ему во всем помогли, там изначально подписали, что там нет никаких последствий, а они такие, ну, смотрят, у них же нога ходить не может, посмотрели, то есть, и, оказывается, перелом, то есть, даже тот врач, который смотрел, он, получается, нет перелома, нет, удержите. Они вытаскивают друг друга. Ну, тут не получилось вытащить, в моем случае. А вам удалось какое-то правосудие добиться? Да, 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 удалось. Не просто, да? Нет. Это тоже какие-то определенные вот связи с пациентами. Это касается не только не местного, но и местных, поверьте мне. Когда происходит ДТП, всегда хорошо иметь каких-то еще явных, беспристрастных свидетелей во время этого происшествия, и тогда вообще не будет никаких проблем. Но, поверьте мне, патруль, я не знаю, вот я слышала пару раз, что там патруль, там, как говорится, там, не знаю, нехороший или что-то. Меня, мне кажется, всего лишь 4 или 5 раз останавливала патруль. Поверьте мне, такого культурного патруля в Грузии, как в Грузии, вы не найдете, мне кажется, нигде. Потому что вот у меня там была пару раз проблема с машиной, они, наоборот, меня остановили, еще мне туда же помогли. Я помню один раз даже я забыла, то есть была машина моей подруги, я забыла, то есть ее документы. Но я была такая уставшая, правда, я ехала с работы, остановила еще, помню, припарковала не в том месте, я свою сестру провожала, и он меня останавливает, и он говорит, ты же не в правильном месте. Я говорю, я правда не в правильном месте. Я говорю, я так хочу спать, это было 12 часов ночи. Я говорю, я очень уставшая, я извиняюсь, я говорю, так и так. И он говорит, где твои документы? Я говорю, а я забыла. А чья машина? Ой, я говорю, тоже не моя, забыла. Ну, он говорит, давай тогда скажи мне свой номер личный, паспорта. Я говорю, слава богу, хоть это помнила. Он мне сказал, я тебе сейчас даю предупреждение, еще раз попадешься, потом выпишешь штраф. Я была в шоке, потому что я действительно заслуживала штрафа. Я его благодарила тысячу раз, потому что я ему правда сказала, вот честно, я говорю, я такая уставшая. Я просто забыла вообще взять и лопатник, и все. Я просто обещала своей сестре, что я ее довезу до этой железнодорожной станции. Ну, я вообще забыла про все. То есть, и я не знаю, у меня девочки тоже, мои подруги, которые ездят на машине. У меня подруга, она без прав, к сожалению, в тот период ездила. И она говорит, слушай, два патруля за мной едут, я так боюсь. Я уже начала там своему мужу звонить, что вот все, оштрафуют меня. Они остановили, ей подарили цветы на 3 марта. То есть, ну, я не знаю, ну, бывают, конечно, бывают какие-то случаи, но они в меньшинстве, поверьте мне. Между собой-то они договариваются. А когда касается этого дела экспатов, да, нас любят, но нас воспринимают как денежные кошельки, как кошелек, что вот у него есть деньги, экспата вот он заплатит. Повсеместно погрузили большое количество бровячих собак, часть из которых чипирована, часть из которых привита, другая подавляющая часть находится в свободном, так называемом, плавании. Смотрите, они все здесь стерилизованы. Большинство. За ними следят, их кормят местные, ну, подкармливают их. Вот они опасны, они могут кидаться, могут даже просто напугать своим лайм, но ты смотришь науку, ты уже знаешь, что эта собака, она уже ее лечит, если что. Просто единственное, их некуда деть. Убивать это нельзя, это все-таки не гуманно, как бы. Но стерилизуют они, да, они их стерилизуют, и как бы, чтобы не было пополнения дальнейшего таких собак. Это переносчик инфекции, тоже еще один такой немаловажный. И они все их там голыми руками там обнимают, обнимают их, там гладят, не соблюдая гигиену, и там заболевать потом начинает. Вот, поэтому, ну, так, как бы, не очень это. Собаки не агрессивно себя ведут на улице. Во всяком случае, мы с этим не сталкивались. Да, подбегают, да, пытаются нюхать, что у тебя находится в пакете или в сумке, но агрессии при этом не выражают. Хотя один раз в Батуми, кстати, да, я видел, когда свора небольшая, может быть, 5-6 собак, погналась за машиной, пыталась ее облаять. Но что касается непосредственно людей, я такого не видел. Люди, видно, брали, а потом почему-то выкидывают на улицу. Это, конечно, очень нехорошо. Все-таки животное, если берешь, значит, должен нести за него ответственность. Ну, почему-то вот много таких собак тоже гуляют. Ну, собаки нас не коснулись, скажем так. Вот, ну, мы их не боимся как-то так. Но единственное, что просто чисто по-человечески жалко смотреть на такое отношение к животным. Нет, мы здесь, конечно, не чувствуем себя в какой-то опасности. Здесь все нормально с этим, вот. Исключение, конечно, составляют эти цыганские дети, которые реально нападают на людей. Вот, с этим здесь никто ничего не делает. Никакие заявления в полицию подать невозможно. Они говорят, что они без паспортов или каких бы то ни было там данных о себе. Кто их называет цыганами, кто их называет курдами. Ну, в общем, никто не понимает, кто они на самом деле. Но они имеют место быть. Они нападают на иностранцев. На иностранцев, на грузин они не нападают. Ну, вот это так. Раньше они даже в аэропорту серьезно работали. Ну, вот как-то их из аэропорта, наверное, попросили Батумского. Сейчас это идут в расход центральной улицы Батуми. Их собирается по 10-12 человек детей в сопровождении каких-то женщин. Мама это или просто какие-то женщины, никто не знает. Ну, во всяком случае, они друг друга как-то прикрывают. Они снимают часы, выхватывают кошельки из карманов отовсюду, потому что один человек не в состоянии отбиться от, допустим, там подростки, дети от 10 до 13 лет. Они уже такие довольно-таки бойкие, шустрые, юркие. Ну, и, скажем так, они хорошо заточены под такой способ работы. Нет четко продуманной политики, уместных властей для того, чтобы защитить туристов, добропорядочных граждан от этих посягательств. А если сказать точнее, вообще ничего. Полицейские по этому поводу не делают и не решают. Здесь может жить совершенно любой человек. Вот совершенно любой. И это не только касается России, это касается вообще всего мира. Здесь может жить любой человек. Здесь никто не спросит справку о судимости. Здесь никто не спросит, работаешь ты или чем ты здесь промышляешь. Ведь приезжают все в тех стран мира сюда, и здесь свободный доступ. Здесь нет визовых каких-то ограничений. Вот это хорошо. Мне это очень приятно, что люди свободно могут сюда заехать, уехать. Свобода. Страна, она свободная. Будем так говорить. Да. Страна свободная. Без всяких документов. Просто как туристы. Находишься здесь год, потом сделаешь въезд-выезд, и еще год можешь жить. Здесь можно ходить без паспорта, без документов. У тебя никто просто так не остановит. Вот это тоже мне нравится очень. Если ты ничего не нарушаешь, никто к тебе подходить не будет и не спрашивает, как тебя зовут. Это очень важно. Поэтому сюда может приехать абсолютно любой человек. Никакого фильтра доступности нет. Понимаете, о чем мы говорим? Один приехал, что-то купил. Другой приехал, извините за выражение, что-то украл. Здесь может жить абсолютно любой человек. И никто ничего не спрашивает и не проверяет. Поэтому хорошо это или плохо, но, наверное, это покажет время. В принципе, к чему придет эта страна с такими, скажем так, законами на въезд. Взять 19-й год, когда запретили здесь авиасообщение. Российская сторона же запретила руководствуясь тем, что не обеспечивается должная безопасность граждан России в Грузии. То, когда тут в России по новостям писали, что здесь там не знаю, что происходит, что здесь русских там режут, что-то такое было. Вообще-то, как сейчас, все спокойно было. Просто там что-то помитинговали возле парламента и все. Люди мне звонят, там, с Самары, там, друзья, говорят, о, как ты там живешь, вас там не убивают, там, безопасность на уровне. Я говорю, ну, конечно, вот двери ломятся прямо, да, вот откроешь двери, и они с вином сразу, с мандаринами, очень небезопасно. Это считается какой-то даже гордостью, если к тебе зашел человек из России. Все-таки это осталось, внутренняя традиция, что русские это наши братьбы, понимаешь? И всегда было, даже сейчас, ну, вот, если раз не будет, давай заходи посидим, начинает, вот это осталось. Даже у молодежи это нет. Но молодежи все-таки меньше, потому что то поколение, которым сейчас за 20, они не знают Россию. Если знают только с каких-то таких публикаций, не очень хороших, но про русских они никогда. Вот я сколько общаюсь, это же молодежи не говорит о хорошем роде. Они говорят только о нехорошее, а о структуре какой-то, политической, но только не о народе. У меня есть сосед в моем доме, у него на машине, на приус, на задней машине написано Russian Occupant. Вот. Здесь есть такие, есть, но их немного, вообще очень мало. То есть здесь прямо приезжайте, конечно. Ну, есть такие в Тбилиси, таких чуть побольше в столице, чуть побольше в Тбилиси таких. Можно такое встретить, что там начинаешь говорить, и это теми по-русски, и они сразу перескакивают на английский. И здесь тоже такое, ну, бывает, что прям вот тут есть такие, ну, это, наверное, знаете, да, это среди молодежи такое. Вот, среди молодежи. Вот, среди старшего уже населения, там, вот там, 30 лет и старше туда, у всех такие адекватные отношения. То есть любит русских, то есть как бы нет, есть, конечно, здесь такое, что хорошее отношение. Вот по моему опыту, здесь живу уже, да, пятый год, никто мне не сказал, что там ты какой-то там пришлый, там, турист, зачем ты вообще здесь нужен, там, да, вот. Вот, нет, здесь, если ты живешь здесь, да, ты такой же, как и они, да, и, соответственно, ну, принцип один. Хочешь, чтобы к тебе люди относились хорошо, сам так относись к людям, да, если ты соблюдаешь это, то вообще никаких проблем, никаких проблем. Мы не встречали плохого отношения, ну, вот, допустим, в нашем лице, вот, нам пару раз сделали замечание, пару раз нам так немножко тыкнули, что это вот, типа, вот, от вас, типа, все беды. Лёгкий полунамёк. Лёгкий такой, да, намёк как бы прозвучал, но не переходя на личности. Ну, никогда какого-то такого отношения, что ты, мол, из России, вы там оккупанты. Я видел эти наклейки, что Россия там оккупировала 20% территории, ну, я, в принципе, если бы у меня там был автомобиль, тоже, может быть, такую наклеил. Одна из сторон ещё, почему я здесь и живу, да, потому что мне не совсем нравится, что у нас там происходит, вот, в России, или даже больше скажу. То, что мне не то, что не совсем нравится, вообще не нравится, что чисто политически, да. Нет, мы смеёмся иногда там с моим коллегой, да, он там говорит, что мы беженцы, типа, русские, что там во всём виноват Путин. Ну, как бы вот такой вот такая ерунда, но на самом деле нет. То есть такого никогда не было, чтобы мне кто-то сказал в глаза, там, вы оккупанты, да, там, вы там, ну, вы что-то там сделали, да. То есть здесь нету именно, здесь у моей подруги, на самом деле, да, вот так, что я рассказывала, у неё, её муж, он является, ну, соратником Саакашвили, он, значит, за национальное движение вот это вот как раз, которое, да, хочет, чтобы Саакашвили вернулся. И они же проводили вот эти акции как раз, когда вот отменили полёты, да, вот, и тогда мы с ними разговаривали, и он сказал, он говорит, ну, ты же понимаешь, что мы не против русских. Ну, даже вот этот вот человек, который за нацдвижение, да, вот это вот, он говорит, мы не против русских, мы против политики России. То есть здесь не про людей, здесь про политику, да, то есть есть, конечно, я уверена, что есть какие-то совсем такие чокнутые националисты, да, которые думают, что все русские плохие, но, как бы, а где таких нету, да. Есть такие националисты в России, которые думают, что все грузины плохие, предположим. Это политика, они говорят. Это то, что там наверху, нас не касается. Мы люди, мы должны... Любой тост за столом послушай, там не будет никакого национализма. Никто тебе не скажет, не упрекнет. Это просто люди недалекие могут так, я думаю. Я думал, я не встречался с этим. Я вот всегда разговариваю, ну при чем тут русские народы? Они что? Ты думаешь, люди прям так хотели завоевать Осетию или Абхазию? Да не нужна она никому из нас. Мы все заняты своей жизнью, у нас своя работа, свои проблемы. Мы все озабочены своей личной жизнью. Ну а то, что делают политики, это нас никто не спрашивает. Если, скажем, в истории туда углубиться, да, то столько нашествий Грузия переживала и выжила, да. Наверное, они не с ненавистью живут, а с открытым сердцем, с открытой душой. Я думаю, это главное, что привлекает здесь грузинах. Они особенные, это другие люди, да. Пусть будет так. Зачем нам война нужна, зачем нужна вражда? Пусть будет все мирно, дружно. Мы никого не принимаем вражески, абсолютно никого. Правда, поверьте мне, никого. Но мы ожидаем от всех, которые приезжают в нашу страну. Да, мы маленькая страна. Как вот я с этим американцем, которым говорила 2 дня назад. Он говорит, слушай, у вас 3 миллиона 700 человек, 700 тысяч. Это, говорит, одна треть Нью-Йорка. Я говорю, хорошо. Но я говорю, мы, это мы. И он говорит, да, я понимаю. Так что приезжайте, наслаждайтесь, принимайте нас такими, какими мы есть, а мы примем вас такими, какими вы есть. Все. И ничего не будет плохого. Что сказать? Правительство думает, что это, что было хорошо. У них тоже не получается, как у нас с семьей не получается. Понимаете? Видите, что творится. И это все следим. Встретились большие государства. Ничего не договорились. А мы отсюда смотрим, как цеплятся. А что делать? На это тоже зависит, чтобы у нас было все хорошо. Что у нас было работы. Что у нас было деньги. Что у нас было все хорошо, порядочно. На это зависит. И так просто. Был мир, да. Никто не приезжал. Что это? Тоже нельзя. У нас, например, прямо сюда сразу нет. Я очень хочу, чтобы открылась эта. Очень хочу. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Все были, они дружно жили. У меня очень много украинских друзья. Русские приезжают. С Луганского много. С Днепром много. С России. Урала. Откуда хочется. Денинграды мои живут. Ищут. Говорим, разговариваем. Это не все. Короче, Грузия это страна надежд. Страна надежд. Страна, находящаяся в переходном периоде. Поэтому мы все-таки, несмотря на то, что очень критично выражаемся по поводу Грузии, по поводу Батуми, мы смотрим с надеждой в будущее, в процессы развития, которые начнутся в скором времени или уже начинаются в наше собственное будущее в этой стране. Мы приехали сюда для того, чтобы после себя что-то оставить. Пусть немного, пусть незначительно, пусть какую-то маленькую крупицу, но чего-то хорошего, светлого, качественного. Если каждый человек, который приезжает жить в Грузию или который живет здесь на постоянной основе, после себя оставит не только селфи, а что-то большее, я думаю, что эта страна сдвинется с мертвой точки и начнет свое развитие. Положительное развитие. Тут все хорошо. Тут все уже за 5 лет экспатов понаехало, еще 3 года примерно. Все как-то здесь так обросло, тут уже все кого-то знают, и все. Очень удобно жить. Да, ну вот мы сейчас стоим, зима, февраль, январь, солнышко светит, все такое 3D-шное, прозрачное, закаты какие здесь потрясающие. Бульвар этот, вот сейчас будешь идти, там пеликаны всякие, там, ну красота же. Люди такие, горы, вот все приезжают, отвлекусь немного, все приезжают в Батуми, ну все знают, что это море, да, вот на берег, тут позагорать. А сюда нужно ехать, чтобы в горы поехать. Горы, это, повторюсь, это любовь на всю жизнь, да. Они всегда разные в любую погоду. Эти облака, которые заходят, да, появляются, исчезают, перемещаются. Ну, это непрерывный кайф просто наблюдать за этим, да. И вот когда ты заходишь, там, к товарищу, вот так окно открываешь, а тут вот шапки снежные, орел к тебе практически залетает в форточку, да, ну как это вообще? Вот за этим и нужно ехать, да, за мгновениями, в Батуми особенной, да. Закатов таких нигде вообще нету, как здесь. Вроде бы вот Турция рядом, там, да, нет, все по-другому. Угол какой-то другой, наверное. Угол какой-то другой, наверное. Угол какой-то другой, наверное. Угол какой-то другой, наверное. Продолжение следует...